Ну что друзья, сегодня прекрасный солнечный день, вышли с собачкой погулять, видимо на льду стало скучно, потому что вокруг вообще ни одной деревяшки, совсем-совсем под ногами трескается лед. В кармане нашел что-то для собачки. Макс, как тебе такое? Ну вот, собачку заняли. Что я вам хочу сказать, друзья. Что сейчас творится? Вот-вот-вот, так хрустит лед. Хочу сказать, что творится на планете. Вот этот конфликт, который завязал, по-моему, мнению маразматик, который увлекся своей властью, скажем, просто возомнил себя богом. Он это, видимо, не скрывает, все время сравнивает себя с какими-то императорами. То есть себе равных он не видит. Вот. И такой человек, он уже живет просто в иллюзии. Он пребывает в иллюзии. Вот. И все, что он делает, он считает это правильным. И это все усугубляет тот факт, что масс-медиа полностью под его руководством. Полностью под руководством. И это уже длится годами. Это не один, не два года. Это уже 20 лет. Надо быть точнее. 23. Когда этот человек пришел к власти. И, значит... Все было заточено под его руководство. То есть он все медленно менял под себя. Убирал ненужных людей. Вот. Он показывал действительно лидерские качества. Показывал, как нужно руководить большой страной. Но в какой-то момент этот человек понял, что ему равных нет. Макс. Вот. И... Он прибыл в иллюзию. В иллюзии своей империи. И, значит... Случилось то, что случилось. Ему уже никто не авторитет. Никто не указ. И он... Живя в своем каком-то мирке. Который тоже немного искусственно создан. Он же не смотрит телевидение. Сам. Своё же. Интернет, я думаю, тоже минимально. Вот то, что ему доносят его подчиненные. Так он и... И воспринимает этот мир. Ему явно говорят, что... Что он самый-самый сильный. У него армия самая сильная. У них технологии самые крутые. Но это неправда. И... Вот с этим... С этим всем... То, что у него в голове. Он решил... Как он выражается... Навести порядок. Вот. Но... На самом деле... Как ты можешь нанести порядок, Когда у тебя в самой стране беспорядок. Вот. И... Навязывание своей точки зрения... Каким это бы способом не было... Не есть хорошо. Здесь тем более... Навязывание своей точки зрения... Очень жестким... Методом. Скажем... Через... Через... Судьбы людей. Убийства. Прочее. Мне... Очень грустно говорить... Признавать этот факт. Потому что... Я как-то... Этого человека... Считал сильным... Я считал довольно достойным... Этого человека. Вот. И... Пришло такое разочарование. Последние дни... Как бы... Мировоззрение рухнуло. В общем... Тут у меня видео закончилось. Максу стало скучно. Я продолжу свой разговор. Лед все так же... Все так же ломится ногами. Но... Страх это... Всего лишь чувство. В общем... Какой итог? Всей моей речи... То, что... Стало понятно, что... Это... Себе возобнивший император... Переоценил себя... И живет в своей иллюзии. Ну, вот. И что мы можем с этим сделать? Ну... Сразу хочется сказать, что ничего... Не в наших силах. Но все-таки... Мы можем. Мы можем как минимум отказаться смотреть телевизоры, масс-медиа. Что с одной стороны. Что с другой стороны льется... Полнейшая пропаганда. Промывание мозгов. И... И вот этот червь противный, он вкрадывается в наши ума и несет негатив. Несет тревогу, страх. А когда человек в страхе, он не в состоянии адекватно мыслить. И им легко манипулировать. Что сейчас и происходит. Вот. Поэтому, если и хочется какую-то информацию получать, то это непосредственно с первого лица. То есть, если там родственники на Украине или в России, то есть спрашивают, как оно есть на самом деле. Вот. Включается рациональный ум. Не поддаваться на эти уловки. Потому что масс-медиа, они заточены на то, чтобы пропагандировать, чтобы навязывать, внушать. И там вот эта вот так речь поставлена, интонация, чтобы заводить прям какую-то страсть, негатив внутрь человека. Что еще можем сделать. Если у вас знакомые, родные, очень упертые на какой-то своей точке зрения. Ну, как бы выслушать. То есть, но не доказывать свою точку зрения. Просто выслушать и все. Как бы лучше менять тему. И что сейчас происходит. Будет еще больше происходить. Разжигание национальной розни. Уже то, что ты говоришь на русском, уже будет какая-то неприязнь. И вот эту неприязнь сеют именно недалекого ума люди. Им все под одну гребенку. Они не хотят разбираться, понимать. Вот. И это, считаю, неправильно. Давайте, друзья, культивировать сознание пчелы, а не мухи. Муха это та, что летит всегда на дерьмо. Ищет дерьмо во всем. В данном случае информационное дерьмо. Вот. И во всем этом варится. А я искренне советую принять сознание пчелы. Искать везде во всем позитив. Война пришла, война уйдет. Но жизнь продолжается. И нам нужно оставаться людьми. Да, Макс? Оставайся, человек. Оставайся, человек. Немножок. Местenden. Мастер.